В финале участвовало около 150 дизайнеров. Ну, гран-при досталось Беларуси, то есть, ну, мне. Как все начиналось, меня моя подруга завела к нашим учителям изобразительного искусства, показала мои рисунки, и они мне предложили создавать коллекцию. Тогда я уже начал создание эскизов. На первом курсе я решил участвовать в конкурсе «Мельница моды». Это конкурс для молодых дизайнеров одежды. Ты должен показать свою коллекцию, как ты ее создал, как ты ее воплотил в жизнь. С третьего раза, когда я создал коллекцию, я уже попал на подиум. Моя коллекция прошлась, и ее достойно оценили. Коллекция посвящена книгам, потому что книга печатная, как таковая, она сейчас мало востребована. Сейчас мало читают книги печатные. Все переходит в диджитал-пространство. Я сравнил забвение печатной книги с ее полным уничтожением, сожжением ее. Я вдохновился горящей книгой. Я использовал хлопчатобумажные ткани, которые хорошо окрашиваются, также дают свою естественную помятость, которая похожа на помятый бумажный лист. Также эти ткани хорошо окрашиваются, что помогло мне создать эффект обгоревшего книжного листа. В дальнейшем я расписывал эту ткань под текст. Если говорить о том, как ко мне пришла идея данной коллекции, как-то дома во время уборки я заметил то, что у меня есть большое количество книг, которых я не читал. И я решил осветить этот вопрос, читают ли вообще печатные книги сейчас. И оказалось, что они сейчас мало востребованы. Коллекция, которую я представлял на конкурсе «Мельница моды», называется «Библиоклазм». В частности, в этой модели, какие мы использовали в принципе обработки. Мы, естественно, делали необычный крой. Мы делали конструкцию, которая будет держать такой большой вес и вообще создавать объем. И, несомненно, здесь очень большое количество слоев. Эти слои были сделаны именно с целью того, чтобы достичь эффекта обгоревшего листа. Книга, она когда горит, она вся раскрывается, она корежится. И также при помощи акриловых красок я расписывал все вот эти вот краешки ткани, чтобы они были как именно обгоревший лист. И также достигал вот эффекта листа при помощи росписи по ткани, чтобы было полное ощущение, что это прям бумага. Что касается данной модели, конечно же, какие-то особенности обработки были. Вот здесь именно для того, чтобы создать эффект того, что книга раскрылась, чтобы прям ткань стояла, мы ее желатинили, промакивали ее мокрым желатином и оставляли засохнуть, после чего она становится такая вот плотная и хорошо стоит. Вообще, среди тех дизайнеров, с которыми я знаком, когда я рассказывал, как это делалось, они удивлялись, что так вообще можно делать. Мы создали 8 моделей за 2 месяца. Нам помогали мастера с колледжа, также учителя изобразительного искусства, которые корректировали как-то нашу работу. Конечно, были сложности и в том, чтобы перенести сам эскиз в реальность, потому что ты можешь нарисовать какие-то невообразимые формы, но за каждой невообразимой формой стоит крой, конструкция, которую нужно воплотить в жизнь. Ткани пошло очень много, примерно около 100 метров на всю коллекцию. Ну и краски тоже пошло достаточно много, так как все края в коллекции были обработаны краской. Я рисовал с самого детства, и точно сказать, кем я хотел тогда стать, я, наверное, не могу, но точно знаю то, что я любил рисовать, творить, хотелось что-то новое создавать. Я узнал то, что в моем городе есть колледж, в котором можно потом в будущем стать модельером, дизайнером, и мне это очень понравилось. Изначально, когда я уже шел сюда поступать, я знал, на какую специальность я пойду, я уже знал, что я пойду на повышение квалификации. Я поступил сюда на специальность швея-портной парикмахер, три года учился, после чего пошел на второй уровень, на повышение квалификации, на среднеспециальное образование, на художника-модельера. Это по парикмахерскому искусству. Точно, наверное, я сказать не могу, что мне ближе из этих двух направлений, потому что мне нравится, как делать и макияжи, прически, также мне нравится создавать одежду. В общем, я бы сказала то, что мне нравится создавать полный образ человека. Дело в том, что он очень увлекающаяся творческая личность. К своей всей работоспособности он еще любит постоянно творить. Им надо что-то новое, что-то интересное. Швейное направление чисто как швейное. Там со своим конструированием, монотонной швейной работой. Ему не очень. Вот модельером, да, создавать что-то новое, эксклюзивное, это для него. И он в самом деле, он видит человека как личность. И опираясь на него, уже может разработать и прическу, и макияж, и одежду. Что бы я хотел лично ввести, это, возможно, необычный крой, чтобы он как-нибудь выделялся из толпы. Даже если он будет серым, чтобы он выглядел необычно. Ну и для тех, кто любит цвет, какие-нибудь необычные цветовые сочетания, которые будут гармонично смотреться между собой. Цвета, которые будут поддерживать друг друга. Насчет того, чтобы сказать модель мечты, я, наверное, не могу такого сказать точно, потому что каждый день я меняюсь. Меняются мои вкусы, мои мировоззрения. И я делаю то, что мне нравится сейчас. И причем, если мне это сильно нравится, я это сделаю сейчас же. Когда я первый раз начинал только рисовать на ткани, были какие-то сложности, потому что я еще не знал, как нужно правильно обращаться с этой краской, как ее нужно накладывать. В итоге первые работы у меня получились очень блеклыми, потому что я не знал, в какой пропорции с водой нужно разводить краску и вообще нужно ли ее разводить. Потом методом пропо-ошибок я уже вычислил, в какой пропорции нужно смешивать краску с водой, с растворителем, нужен ли он вообще, насколько густой краска должна быть для нанесения. Своими же опытами я понял, как можно добиться желаемого результата. Мне очень нравится именно бордовый цвет, именно в одежде. А вот именно если что касается рисования, то я рисую вообще в разных палитрах, в теплых, холодных, смешанных. Мне просто нравится рисовать, мне нравится сам процесс рисования, результат. И мне нравится, что результат моей работы всегда со мной, и он как-то выделяет меня от остальных людей. Все начинается сразу с идеи. Сразу должна быть какая-то идея. После этого мы по идее создаем эскиз, утверждаем его с заказчиком, если у нас был заказ, либо же с самим собой, чтобы он тебе нравился. Уже после чего мы его переносим на ткань различными удобными для тебя способами. Это может быть при помощи мела, карандаша, трафаретом, еще чем-нибудь, чем тебе будет удобно. Уже после чего мы наносим первый слой, белой грунтовочной краски. После грунтовочных слоев мы начинаем раскрашивать, расписывать наше изделие. Так как они проще всего окрашиваются, также у них нету какого-то своего мелкого ворса, за который бы могла как-то зацепиться кисточка. Что касаясь уже синтетических тканей, их достаточно сложно окрашивать. Для них нужны специальные техники какие-то. Их очень сложно как-то закрепить вообще. То есть лучше использовать хлопчатобумажные натуральные ткани. В них краска впитывается, и внутри их остается. Это была моя дипломная работа. Я должен был пошить себе какое-то изделие. Я его пошил достаточно хорошо, ровные строчки, оно хорошо выглядит. После чего я решил как раз к сдаче этого экзамена сделать в нем рисунок, чтобы еще больше поразить жюри, так сказать. И у меня точно все хорошо получилось. У меня получилось создать прецедент, впечатление. То есть им понравилось и выполнение самого изделия, так как строчки достаточно ровные, хорошо исполнено. И им понравилась идея, роспись по ткани. Это по моему эскизу, то есть у меня было желание нарисовать что-нибудь такое доброе, относительно нейтральное. То есть китайский дракон, он достаточно добрый в китайской мифологии и красивый, как мне кажется. Изначально, когда вот перед самим показом я стоял в кругу всех дизайнеров, мы видим коллекции друг друга, как они стоят там на вешалках. Очень большое внимание было к моей коллекции, обращали на внимание. Кто-то даже говорил, это точно будет первое место, но я до последнего не верил, потому что, ну, нельзя так просто загадывать. По итогу гран-при досталось мне, и мне вручили 500 тысяч России. Куда бы я хотел потратить свой выигрыш? Наверное, на какие-нибудь курсы, повышение квалификации, также, возможно, оплату своего будущего обучения. В дальнейшем я буду пробовать поступить в Питер на стилиста. После самого показа, уже когда объявили то, что финалисты, первое место, Сергей Сусоев, российский дизайнер, он пригласил меня в свою школу пройти месячный курс наравне с своими учащимися. Также меня пригласили на конкурс «Русский силуэт», который проходит в Москве, и конкурс «Адмиралтейская игла», который недавно прошел в Питере. Но вообще «Адмиралтейская игла» это достаточно важный конкурс для начинающих дизайнеров, так как это международный конкурс. Там было достаточно большое количество дизайнеров, было очень интересно с ними пообщаться, как они создают свою одежду, каков вообще их поток мыслей, как они это делали, новые способы обработки материала, новые виды кроя. Из зарубежных дизайнеров, наверное, в последнее время мне нравится Ирис Онхарпин. У нее очень интересный крой, у нее интересно выглядит одежда. Она не просто, когда идет человек, она не статичная, а она вся шевелится, дребезжит, видно какое-то движение. Сейчас идет создание второй коллекции для туровоплощения мельницы моды. Новая коллекция будет отличаться от предыдущей, потому что там используются другие материалы, новые методы обработки. Ну и тема также важная сейчас для современного поколения. Безусловно, мне очень нравится то, что я делаю, и если тебе нравится, ты будешь этим заниматься постоянно. Было такое, то что я приходил с утра в мастерскую, отдавал им новый крой, который я дома ночью красил, целый день вместе с ними шил, периодически ходил на занятия, потому что это нужно было как-то совмещать занятия и пошивка лекции. После этого мне давали следующий крой, который я красил, помню, как-то даже до 6 часов утра, часик поспали, и дальше понесли все в колледж. Я красил дома, но я сам этим всем занимался. Мама моя поддерживала меня в этом, она как бы мне помогала где-то сушить эту ткань, но красил я сам. Пару раз я привлекал своих друзей, чтобы они мне помогли. Именно те, кто чуть-чуть понимают в этом, которые сами занимаются росписью по одежде. Павел выделяется, конечно, тем, что он очень трудоспособен, своей трудоспособностью, просто умопомрачительный. Если дети после занятий иногда идут на кружок, выбирают какой-то день, Павел остается каждый день и на все кружки, которые ему нравятся. Собственно, и взлет его начался с кружков, можно сказать. Он везде успевает, да. И плюс еще берет какие-то работы интересные. Вот друзья ему предлагают байку расписать. Вот он берет такие заказы и делает это ночью дома. Да, у меня было, что я для подруги создавал юбку в складку, брюки, также я байку делал. Для себя я лично делал дипломная работа. У меня была, я шил себе джинсовку и после чего я ее сам расписал. Не все, что на мне я сам шью, все, что на мне расписано, я сам расписываю. Как родители отнеслись к выбору профессии, они у меня постоянно спрашивали, кем я хочу стать, главное, чтобы мне нравилось. Ну и из всех вариантов, что у меня были, я выбрал то, что мне действительно нравилось, то, что мне действительно хочется. И я считаю, что я в этом добился чего-то.